10 августа на стадионе «Чайка» состоялся спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню Физкультурника. Этот праздник второк миллионам наших сограждан. И вот уже на протяжении 85 лет, вдумайтесь в эту цифру, на протяжении 85 лет объединяются своими знаменами людей разных возрастов, профессий и интересов. Всех, чья жизнь связана со спортом, физической культурой и здоровым образом жизни. Этот праздник символизирует здоровье, бодрость духа, спортивный интерес и волю к победе. Желаю всем крепкого здоровья, олимпийского настроения и удачи. С праздником! На торжественном открытии спортивные специалисты Угличского района получили заслуженные награды, среди которых благодарности министра спорта Российской Федерации за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, почетные грамоты министра спорта и молодежной политики Ярославской области, почетные грамоты главы Угличского муниципального района. Нескольким воспитанникам спортивной школы «Витязь» вручили нагрудные знаки и зачетные книжки «Кандидат в мастера спорта России по виду спорта Кудо». Первый спортивный разряд по виду спорта «Лыжные гонки» присвоен пяти спортсменам отделения палеотлона спортивной школы «Спарт». Четыре, три, два, отлично, маршруем. Спортивную программу составили. Соревнования по городошному спорту в рамках спорта Киады трудящихся города Углича. Единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль молодых семей дошкольных учреждений всей семьей на ГТО. Блиц-турнир по шахматам и матчевая встреча по футболу. Угличское отделение «Движение первых» организовало программу для детей и взрослых «Игры нашего двора». Каждый год мы переходим на день физкультурника показать свои результаты для себя и для популяризации физкультуры и спорта. «Подтянулся 28 раз. Прыжок с места 2-10. Ну и многие другие. Это вот такие вот результаты для своего возраста. Я считаю, что они неплохие». «В основном хочется посмотреть, что достигает молодежь, какая у них активность. За них порадоваться, конечно. Ну и в чем-то может подсказать. А может на что-то посмотреть, что они более качественно делают. То есть переживаем за молодежь и за наш город». Любовь Меньшакова пришла на стадион вместе со своими внуками Алексеем и Никитой, воспитанниками отделения палеотлона спортивной школы «Спарт». «Но мы еще только не участвовали в забеге. А так мы здесь и подтягивания делали, и отжимания, и прыжки в длину. Все уже мы сделали». «Мы представляем детский сад «Мозаика». Я Ирина, мой сын Захар. И сегодня нас вместо папы поддерживает дедушка Игорь. «Очень нам хотелось попасть сюда, испытать море позитивных эмоций, показать, на что мы способны, и посмотреть на других участников, поддержать и зарядиться, так сказать, семейными выходными. Больше всего понравилась лично мне наша семейная эстафета. Мне кажется, мы проявили себя достойно». «В жизни человека это очень важно. Питание и движение. Это самый способ для долголетия, для уверенности, для хорошего настроения. Придает бодрость занятия физкультурой. Уверенность в себе». «В силу своего возраста, понимаешь, когда особенно раньше так же занимались, мышцы болят, когда это очень приятно, потому что ты чувствуешь, как увеличивается энергия, сила, прилив сил во время отдыха. Ну, конечно, Россия должна быть здоровой, физкультурно развитой, умной». «Ну как вы считаете, праздники нужны такие?» «Конечно нужны. Это прежде всего здоровье и увлечение, сплоченность. Если даже семейно, это вообще очень хорошие семейные праздники». «Конечно, эти праздники очень нужны. Это сплочение семей, это атмосфера соревнований, соревновательный дух, эмоции. Стараешься проявить себя достойно. Я считаю, что они нужны, необходимы». «Музыка» Продолжение следует... Всех физкультурников, всех усилей физкультуры, всех относящихся к спорту, кто делает зарядку, всех поздравляю с Днём физкультурника. Это очень хороший праздник с 1939 года. Всех поздравляю. Всем хорошего настроения, бодрости, духа. Продолжение следует...